Первый сюжет, я его намеренно не включил в описание, чтобы не будоражить умы, называется он «Эпидемия». Значит, что нужно понимать про этот сюжет? Что он ко мне попал, это не мой сюжет, вообще здесь нет никаких выдуманных мной сюжетов, это все знаменитые разные истории из разных времен. И вот этот сюжет, он ко мне попал в 2017 году, или может быть в 2018, но категорически до 2019, и тем более, понятно, до 2020. И я ездил в город Таганрог и рассказывал, говорю, ну представьте себе какую-то реальность, вот совершенно параллельную, в которой появилась новая эпидемия на Земле. Полностью, говорю, параллельная реальность, и известно, что каждый тысячный ею заражен. И вот появился тест. И дальше я все это говорю, говорю, но все зевают, потому что неинтересно, что какие демии нахрен на Земле уже. Вот. Ну и, соответственно, все это заканчивается. И буквально через какое-то время, небольшое на самом деле время, да, все это начинается. И мне пишут, Алексей Владимирович, можно вы исключите из ваших лекций любые опасные сюжеты? На всякий случай, вот, чтобы они не произошли. Короче. Итак. Один проц... Одна промиллеа на зеление Земли больны некоторой болезнью. Ну, ясно, что в данном случае это уже даже оптимизм. Вот. И появился тест такой, ПЦР-тест. Вы его сдаете, и он вам выдает правду с вероятностью 95% про ваше состояние. А с вероятностью 5% выдает про ваше состояние ложную информацию. Бинарный тест. Бинарный. Он сообщает, болен или здоров. И ошибается в 5% случаев. Вот. А приори вы ничего не знаете про себя. Проходите тест. Тест заявляет, что вы больны. Вопрос, с какой вероятностью вы больны. Вопрос, естественно, с подвохом. И ответ с 95% вероятности будет, конечно же, неправильным, как вы догадываетесь. А для здорового там что-то показано? Ну, тоже 95% что здоров, а 5% что болен. Да, для больных 95% что болен, а 5% что здорово. Да, ну, абсолютно. Ну, для простоты. Давайте составим модель. Модель. И с помощью этой модели ответим на этот вопрос. Модель должна включать два независимых. Не волнуйся, Тимур, здесь нет коронавируса, мы проверили уже. Нигде здесь нет его. Нет-нет-нет, отлично, отлично, нет-нет-нет, все хорошо. Я гарантирую, тут не может быть коронавируса, его вообще здесь нет. Я просто, у меня чутье. Вот я как вижу, вот рядом, если кто-то с коронавирусом, у меня сразу в мозгу такой пип. Так что он на расстоянии действует. То есть даже в 100 метрах от меня я 100% определяю любого человека, кто болен коронавирусом. Так вот, нам нужна модель, в которой будут реализованы два независимых случайных исхода. А именно, больны ли вы на самом деле и прав ли тест на самом деле. Согласны? Если у меня два независимых исхода, то нам нужно составить дважды два таблицу. Правда, да? То есть две независимые случайные величины, совершенно независимы друг от друга. То есть вот здесь вы здоровы или больны, а здесь тест, он верный или минус, да, или неверный. Дальше нужно узнать, с какой вероятностью произошли все четыре события. Но если события, если вот эти вот реализации, да, если это независимые случайные, да, события, независимые, то значит нужно брать произведение, да, каждый раз. Произведение. То есть вероятность того, чтобы, вероятность события, что здоров и тест прав, она равна, ну давайте, чему она равна? То, что здоров, 0,999, а то, что тест прав, 0,95, верно? И это находится вот в этом. Дальше, вероятность того, что вы здоровы, а тест отрицательный равна, в смысле не тест отрицательный, а тест ошибся, на 0,05, правильно? Что в этом случае говорит тест? Тест говорит, что вы больны, правда? Здесь тест говорит, что вы здоровы. Так, теперь следующее событие. Вы больны. Тест прав. Вероятность Однотысячная На 0,025 Так, здесь он сообщает, что вы больны. Вероятность, что вы больны, и тест ошибся, равна 0,01 на 0,05, да? Но в этом случае он сообщает, что вы здоровы. Вас интересуют эти два, потому что вы знаете, что тест сообщил вам, что вы больны. Значит, из этих четырех квадратиков вас на самом деле интересуют. Вот это не интересует, это тоже не интересует. Вас интересует либо ситуация, что вы здоровы, а тест ошибся, либо что вы больны, и тест прав. А как узнать вероятность, если уже вот такие события уже отметены, их уже не произошло? И мне нужно посчитать вероятности, я же не могу эти числа выдать, да? Эти числа в сумме единицы-то не дают. Значит, они невероятности. Что делать? Это априорные вероятности того, что данные исходы произойдут. Но мы уже знаем, что произошли вот один из этих двух. В частности, вот этот наиболее вероятный, и он не произошел. Мы это уже знаем. То есть, произошли уже достаточно маловероятные события. И нам нужно как-то понять, как из этих двух чисел... Ну, мы на самом деле можем считать, что это единица и эта единица. Тупо. Ну, так, для простоты, да? То есть, во, во, вот ты прав. То есть, если это примерно равно 0,05, это 0,01, и это было до эксперимента, таковы были вероятности двух событий. Но вы уже в этой матрице, вы уже здесь, с вами произошло одно из них. То самое простое, что можно сделать с ними, это их как бы поднормировать, поднормировать к единице в сумме, но сохранив отношение между ними. Правда? То есть, поделить. Делим, получаем 50. Соответственно, в 50 раз должно быть более вероятно, 50 раз более вероятно, что вы здоровы, на самом деле. А тест ошибается. Вот так. 50 раз. Ну, и если мы пересчитаем, получится вероятность... То есть, если мы превратим эти два числа в вероятности, то есть, сумма должна быть единица, а отношение такое же, как было для естественного сохранения вот этого отношения, ну, получится что-то типа 98% и 2% или примерно эти числа. Примерно. То, что я произвел, носит теория вероятностей, специальное название, пересчет по байесу. Поднимите руку, кто это знал. А была ли у вас теория вероятности вообще? И на теории вероятности не было пересчета по байесу? Нет. Мы всегда так делали, потому что название какое-то было. Ясно. То есть, вы так всегда делали, это было. Все, понял. Ну, в общем, просто знайте, что это называется пересчет по байесу. Вот. То есть, мы пересчитали, мы их подняли синхронно к единице, сумме, и все. И назвали вероятности. Вот так всегда считают, когда произошло уже что-то, что уточняет наше понимание о мире, да? И исключает некоторые из исходов. Ну, это такой стандартный метод. И в теории вероятности, и, конечно, в теории игр, которая на ней построена довольно сильно, тоже так происходит. Вот. Ну, это такой нулевой сюжет, который не предполагался. Ага, давай. Почему она здесь делала? Потому что только одна промилле населения земли больна, то есть, однотысячная. И поэтому с этой вероятностью... Ну, качественный результат, то, что никто не делал плохо денег, то получил. Да, да. То есть, если очень мало народу больны, пока очень мало народу больны, да? Тест, который ошибается чаще, чем вот это самое, он немножко бессмысленный. Если только не несколько раз подряд его применять. Да, да, ну да, вот в этой ситуации практически бесполезен. Когда начинается уже какой-то серьезный процент заболевших, тогда да, тогда уже другие цифры и другие расклады. Вот. Так. Хорошо. Поехали дальше. Следующий сюжет совершенно знаменит и, наверное, для большинства будет баяном. Называется «Парадокс. Монти Холл». Сейчас я вам его изложу в следующей форме. Он просто был где-то на телевизоре. Я просто не имею телевизора, не смотрю и не имею его дома. Вот. Но говорят, что он на телевизоре разбирался много раз и как-то было много... Просто мне все время пишут, мне пишут Алексей Владимирович, а вы можете на канале разобрать «Парадокс. Монти Холл». Я говорю, да что там разбирать-то? Там... Ну, там все же очевидно. Ну, для канала как-то, ну что, за полминуты что ли разобрать? Я какую-нибудь лекцию его включу и все. Его включаю. Вот. Ну, может, когда-то уже и включал, я уже не помню, это, может, давно было. Ну, в общем, смотрите. Задача следующая. Вы находитесь в середине зала и есть три потайные комнаты. Вот. Три потайные комнаты. В одной из них находится торт. Ну, а кому нравится бутылка коньяка, пусть будет бутылка коньяка, например. Да, это уж. На шоу был автомобиль, да? А. Во как. Ну, ладно. Автомобиль тоже для меня какая-то непригодная совершенно штука. Неинтересная. А вот торт – это торт. Да, его можно сожрать, например. Вот. А здесь... Помойка! Всякие там эти арбузные корки, там банановые шметки. Такая грязная, воняющая помойка. Вот такая, чтобы вот аппетит. Запах у тебя определить, те, что находитесь. Да, но действительно... Да, 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 да. Как в нашей группе, когда уже в самый разгар коронавируса, когда вот Москва болела, там, половина Москвы переболела той осенью. И мы в группе бежали по навозному полю, значит, в походе. И, значит, и народ стал радоваться, что он чувствует этот запах. Я говорю, когда еще? Когда еще вы будете радоваться, что чувствуете этот прекрасный запах, да? Ну, а часть народа не чувствовала то, что еще добавивало. Вот, итак, значит... Итак, вам нужно... Нам вам нужно попытаться торт найти. Но если больше ничего не происходит, то вероятность найти торт равна 1,3, и тут не о чем говорить. Но тут есть дополнительное обстоятельство, и оно заключается в следующем, что тут есть ведущий, и ведущий, он... Вот только вы взялись за дверь, вот за эту, за эту или за эту, вот только вы взялись, ведущий открывает какую-то другую дверь и показывает вам мусорное ведро. Просто вот такие правила игры, он всегда это сделает. Вопрос. Что правильно после этого сделать? Оставить дверь или поменять на оставшуюся неоткрытую? Или все равно? Не, он ровно один раз. Просто показывает. Я утверждаю, что надо менять. И я сейчас докажу. Я сейчас это докажу. Я сейчас это докажу. Значит... Смотрите, давайте просто поймем следующее. Вот, ну, как бы, если я пойму, в какой, в каком проценте случаев я получу торт, если буду менять, то понятно, что если я не буду менять... Ну, кстати, еще проще. Вот если я не буду менять дверь, да? Если я не меняю дверь, то, что я получу торт, одна треть, и все. Потому что если я не меняю, значит, я открываю ту, которую я первую взял. Ну, первую я взял случайно же. Вот. И значит, одна треть. Но это обычно непонятно. Неужели так может оказаться, что вот меняя, я прямо все оставшиеся две трети собираю? Ну, давайте я покажу, что я действительно их собираю. Вот, смотрите. С какой вероятностью произошло событие... Вот, допустим, я исхожу из стратегии, что я меняю дверь. Вопрос. С какой вероятностью произошло событие, что сперва я взялся за дверь, где торта нет? Две трети. Две трети. А теперь просто поймите, что в этом случае, что в этом, мне будет показана оставшаяся дверь с помойкой. Вот если я сюда взялся, мне откроют эту. А если я сюда взялся, мне откроют эту. Поэтому и здесь, и здесь заменить дверь мне можно будет только на торт. Если я меняю, у меня не остается никаких вариантов, кроме как торт. Потому что у него, когда я взялся за дверь с помойкой, он-то все знает. Он мне точно покажет помойку. Он показывает помойку в ту, вторую, единственную оставшуюся. А значит, смена двери будет точно на торт. И поэтому две трети шанс получить торт, если менять дверь. Вот это офигенно, вроде совершенно очевидно. А вот вызывает, мне пишут и пишут, уже вот прям пишут и пишут все время, что все-таки я не понял, все-таки я не поняла, все-таки я, все-таки расскажите. Вот, и одна треть, что не угадаете, поменяв, потому что это та самая треть, при которой вы просто вначале взялись за торт. Да. Вот так, вот такая задача называется. Давайте возьмем 1000 таких дверей, в которых один торт. Дан откроет 998. И скажут, поменяете ли вы с водой? Дан. Ну да. Ну да, даже если он... Вот эти номера открывают. Даже если он только одну откроет, все равно увеличивается вероятность. А, я думал, он просто показывает ведро. Вы сказали ведро, я думал, он просто показывает ведро. Все, он просто вылез. А, я понял. Не-не-не, он именно открывает дверь, да, открывает. Открывает дверь, и там ведро. Так, следующая задача называется «В поисках друг друга» и посвящается всем влюбленным молодым людям и девушкам. Вот. Задача следующая. Ну, правда, она про метро, поэтому не про Майкоп. Но на самом деле это пофигу. Можно считать, что местом встречи будет, например, колесо обозрения в парке. Вот. Давайте так, да, там оттуда еще на ту сторону, значит. Ну, короче, у вас здесь вот в парке колесо обозрения, вы там встречаетесь. Но вы встречаетесь очень странно, математически встречаетесь. Что значит математически? Это значит, что и вы, и ваша возлюбленная, или наоборот, если девушка, то ваш возлюбленный, вы оба шизанутые. И у вас почему-то в голове такая стратегия. Прийти ровно в 18.00 и ждать ровно... Нет, извините, прийти в любой случайный момент между 18.00 и 19.00. То есть у вас в голове рулетка, рулетка закручивается, рулетка, длинный час. И случайным образом вы дает момент какой-то. Бах, вот сюда приходите, и дальше ждете полчаса. Ровно половину времени ждете. И так каждый поступает, каждый. Ну, если вдруг, например, на рулетке выпало 18.57, вот, парню или девушке, то что он делает? На самом деле ждет три минуты, да, потому что, ну, он может, конечно, подождать оставшиеся, но там уже, ну, точно никого не будет. Вот. И вопрос. Вот если вот оба так странно себя ведут, почему-то считают, что именно так надо себя вести, когда назначаете встречу, а возможно это какая-то такая, знаете, как в руки судьбы отдать, вот как ромашка, да, любит, не любит, отрывает лепесточки. А здесь в руки судьбы отдал, в рулетку отдал шанс. Вот если выпадет, чтобы встретиться, значит, хорошо, все правильно, надо жениться. А если не встретиться, значит, наверное, ну, что-то как бы плохо пошло, что-то пошло не так. Вот. Что, на кого? Отдает, да? Не очень, да? Не очень. Ну да, ну ладно, будем считать, что это два фотолиста. Вопрос. С какой вероятностью они встретятся? Да. Если... О, угу. Конечно. Конечно. Вот, правильно. Как тебя зовут? Влад. Влад. Так вот, Влад совершенно правильно говорит, что... И ты, наверное, тоже сам, да, хотел сказать? Геометрическая вероятность. Есть такое понятие. Что такое геометрическая вероятность? Это вы должны реализовать... Опять, смотрите, этот сюжет похож на сюжет, связанный с коронавирусом. Потому что у нас два... У нас две случайных величины. И они независимо друг от друга принимают значения равномерно вот так вот раскиданные по вот такому отрезку длины час. Но если это равномерное раскидывание и независимость друг от друга, то как я могу реализовать вообще, в принципе, все пространство событий? События – это две переменные. Момент прихода парня, момент прихода девушки, да? Вот это события. И каждый из них между, значит, ну, короче, 0 – это 18, 0 – 0, 1 – это 19, 0 – 0. И оба между ними. Что же это такое? Множество таких событий. О, конечно, квадрат. Молодцы. Прямое произведение отрезка на отрезок – это квадрат. То есть, вот это и есть наше пространство всех элементарных событий. Его площадь очень удачно уже равна единице, поэтому ничего не надо нормировать. Надо только узнать, как выглядит территория этого квадрата, которая называется «Удача. Встретились». И посчитать его площадь. Площадь события встречи. Модуль разности. Что он? Да? Меньше или равно 1, 2. Вот какое условие. Что это? Шестиугольник. Понимаете, да? Потому что вот эта диагональ, вот это множество событий, когда они вообще пришли. Все-таки уходит. Простите. Но вы будете смотреть, да? Давайте, да, давайте. Обязательно присоединяйтесь. Я сейчас медленно буду говорить, чтобы вы успели до туда дойти. Вот. Они ветер вызвали. Дух ветра. Вы чувствуете, тут пошел ветер? То есть, они вы... Дух ветра. Я тоже это всегда чувствую. Дух ветра. Вот. Но в этом ветре нет молекул коронавируса. Ой, я сказал сейчас глупость полную, да? У вируса же нет молекул. Он же вирус, он меньше молекул. Есть, да? Да. А, клеток, наверное, нет. Вот, точно. Ну ладно. Я понял. Вот. Вот это, это когда они пришли одновременно. А если чуть-чуть толще, это когда они пришли с разницей буквально в несколько минут. И вот здесь, как бы, видите, вот это вот x минус y, да, по модулю. Это две прямые. Вот это x минус y там равно... Вот это, это, это x меньше y, да? А это y меньше x. Ну и вот эти прямые начинают расходиться. Это значит, что они пришли уже в разные моменты времени. Ну и, короче, понятно, что нам остается шестиугольник, который между вот этими. Одна вторая, одна вторая, одна вторая. Его площадь, это и есть вероятность встречи. Проще посчитать площадь оставшегося. Оставшийся легко складывается в маленький квадратик. Вот такой. Одна вторая длина, а площадь? Одно четверть. Значит, вероятность встречи равна три четверти. Вроде ждали полчаса. Большая. А, большая, да, получилась большая. Вероятность встречи три четверти. Ну уж если, видите, если уж так не повезет, да, тут уж надо задуматься, что-то не так. Или уже на зло судьбе все равно, да, пожениться. Но тут уже, как бы, да, тут вопрос, как. Можете проводить эксперименты, кстати. Проводите. Вот. Такой сюжет. Так, следующий сюжет называется Измерение числа Пи. Да. Называется, тут, значит, я без подсказок не справлюсь. Вот. Сейчас мы сделаем. Итак, игла бюфона. Есть такие тетради, бывают, в линейку. Иногда, да? Но не такую, как вот в школе, а вот так подряд. Вот. Значит, предположим, что у вас есть такая бесконечная разлинованная плоскость. И вы на пол, вот, кладете ее, то есть у вас пул такой разлинованный. Вы берете иглу ровно такой длины, как расстояние между вот этими, да? Ровно такой длины, в точности. И кидаете вниз. О, кстати, вот, пожалуйста. Тут надо только убрать вот этот паркет и весь сделать. Ну, в общем, вот, вот, паркет, только нужно его вытянуть в одну линию. Вот. И кидаете иглу, кидаете иглу. Миллион раз. Вот. И потом спрашиваете, а сколько... Сколько пересечений, да, было. То есть, понятно, что иногда она вот так легла. Иногда она вот так легла. Вот. Ну, то есть, как бы, она... Ну, понятно, что очень много. Ну, миллион, да, экспериментов. Вот. И вот. Товарищ Бюфон обнаружил, что таким образом можно оценить число пи. Да. Сейчас мы посмотрим, какая вероятность того, что пересечения будет. Высчитаем это. Но это будет чуть сложнее, чем раньше. Это будет уже интегрирование, а не это самое. Да. Да. Но нам нужна... Нам нужна правильная модель. Потому что мы не будем сейчас интегрировать на бесконечной плоскости и равномерной меры. Конечно, этим самым не существует. Поэтому модель наша будет такая, что фактически состояние системы зависит от двух факторов. Куда грохнулся центр иглы и какой угол поворота. А вот это уже можно интегрировать, потому что и то, и другое компактно мы получаем. Значит, центр будем... Давайте возьмем микроскоп. Микроскоп. И изобразим это так. Вот одна линия, вот другая. Вот. Это я под микроскопом. И вот у меня все пространство событий, в смысле того, куда грохнулся центр, оно... Вот мы будем считать просто расстояние до ближайшей линии. Вот здесь мы зададим параметр 2. Вот. То есть, соответственно, расстояние до ближайшей линии будет измеряться от 0 до 1. Но надо понимать, что вероятность, условная вероятность, что игла коснулась линии, очень сильно зависит от того, куда попал ее центр. Потому что вот в этом случае, например, годятся все углы... Так, сейчас, чтобы мне не ошибиться. Ну, она очень длинная, очень. Такая вот она. Вот. Годят, соответственно, все углы вот отсюда до сюда. Вот в этом диапазоне. Вот. От нуля градусов вот с этой осью. Вот отсюда будем измерять до сюда. Вот. До какого-то значения. А если она вот сюда попала, например, то тут уже совсем другой диапазон. Тут уже как бы вот такой диапазон. Ну и в конце концов вот сюда, когда мы близко сюда, она прям должна быть очень вертикальной, для того, чтобы эксперимент закончился тем, что пересечение с линией будет. Вот. То есть иными словами, нам нужно построить функцию, такую функцию. Вот у меня R. Оно измеряется от нуля до единицы. А здесь мне, значит, ну, фи у меня измеряется от нуля до пи пополам, понятное дело, да? Вот у меня все пространство событий площади пи пополам. Поэтому, когда я что-то там, какой-то интеграл посчитаю, я умножу его на 2 делить на пи. Правильно? Чтобы найти то, что мне нужно. Вот. Итак, теперь я смотрю. Вот это все реализации. Это угол с вот этой осью от нуля до пи пополам. Ну, неважно в какую сторону. Это расстояние до середины. Ой, до линии, от нуля до единицы. Единица, если центр до единицы, то у вас почти нет шансов на то, что. Вот. Ну, соответственно, при R равно единице, вот шанс 0. Ну, потом он как-то растет. Значит, как-то он растет. И достигает единицы он вот здесь. Вопрос, что это за функция? Мне нужна вот эта площадь. Для того, чтобы ее найти, мне нужно понять. Да, значит, фи от R. Да, вот она функция. Фи от R. Фи — это вот этот угол. Вот ровно этот, последний угол. И его косинус фи равен просто R. Просто R. Вот R. Вот это единица, потому что игла так же длинный 2, как и расстояние между соседними линиями. Поэтому вот единица, а вот R. Но косинус по определению равен отношению вот этого к этому. Да? Поэтому это просто R. Но. О, Саша! Заходи! Куда убежал? Заходи. Можешь прям. Тут есть на самом деле вот стул. Хочешь прям такой стул вот. Командирский стул. Держи. Вот. Но если косинус фи равен R, да? То, соответственно, ну, на самом деле здесь можно сделать что? Вот так ее по-другому просто интегрировать, начать. То есть я буду считать, что фи у меня переменная. Фи это переменная, которая, ну, такая вот, ну, вот, переменная, на самом деле мы, я буду по ней интегрировать вот эту высоту, да? То есть я, на самом деле, сделал замену обратной переменной, чтобы не брать R косинус сейчас. Вот. Поэтому я просто беру интеграл от нуля до пи пополам. От чего? Косинус фи. Косинус фи. Дэ фи. То есть вот здесь он у меня большой, а большой, на самом деле, просто косинус. Да, то есть он у меня просто здесь... Я неправильно сделал... Ну, понятно, у меня единица длинная, а пи пополам у меня короткий. Мне нужно, чтобы было примерно правильно, вот так будет. Тогда у меня будет прям вот косинус, как он есть, да? Вот он, косинус. Мне нужна вот эта площадь. И ее доля вот в этом объеме. В этом, извините, в этом прямоугольнике. Ну, интеграл косинус фи по дэ фи, да? От нуля до пи пополам. Да, просто синус. Синус фи в пределе от нуля до пи пополам нужен мне. Еще и да? А, это просто единица. Ну, единица – это еще не вероятность, вы понимаете, да? Потому что мне нужно делить на всю площадь. Значит, вот это у меня единица, а это у меня пи пополам. Площадь. Значит, и того. Ответ. Да, вот он ответ. Вот это называется игла бюфона. То есть, если ты, если бюфон покидал, если вы все за бюфоном, миллион раз покидали, посчитали количество исходов, когда пересекла линию, поделили на миллион, это, вот эта величина, да, она должна быть равна 2 делить на пи. Поэтому, если вы ее теперь перевернете, да, двойку на нее разделите, у вас получится просто пи с некоторой точностью. А если всю жизнь будете кидать, вы как раз примерно миллиард раз успеете. Родился ребенок и кидает, кидает. И вот уже старый дед такой. Не, я просто так на тебя посмотрел. Он не сильно старше меня. Это я просто так случайно вышла. Вот. И все, кидает, кидает уже, миллиард раз кидает. Ну все, я посчитал пи, я могу умереть. Я всю жизнь считал пи, да? А тут пришел, значит, его какой-нибудь внук и сказал, пап, ну, ой, дед, я тут через Эйлеров метод посчитал пи. Вообще за 2 минуты с количеством знаков вот таким. Ты что, дурак, что ли? Ты что, всю жизнь делал? А я всю жизнь пи считал. Да, через иглу бюфона. Вот так. Но, тем не менее, действительно, вот, вот такая, такая получается ситуация. Так, да, да, вот так. Не зря прожил жизнь. Покидал это самое. Так. Переходим. Вот теперь мы переходим уже к теории игр. Это была подготовительная теоретика вероятностная такая. Это арт-подготовка с помощью теории вероятностей. Теперь мы переходим к теории игр. И вот я вам предлагаю представить себе, что вы пришли, ну, в казино. Его нету, да? Оно запрещено, да, в казино вообще? Ну, значит, недалеко, да. А там к вам подходят и говорят. Казино, ну, там, вот эти все рулетки, все ерунда. Давайте вот такую игру. Игра. Следующая. Ведущий зажимает монету, либо решкой, либо орлом. Сам зажимает. Сам зажимает. Выбирает сторону. А вы пытаетесь угадать. Если вы угадали, и это решка, вы получаете, ну, допустим, вы получаете там, три тысячи рублей. Вот. А вот если вы угадали орла, то шесть тысяч рублей. Ну, хотите, чтобы было не так страшно? Триста и шестьсот. А вам три тысячи. Триста тысячи шестьсот. Думаешь, да? Сразу, да? Да. Ну, а не угадали, так и идите отсюда. Можете снова попробовать. Ну, играть вот это стоит. Ну, вроде стоит играть, да. Но это же билет-то не бесплатный. Сколько стоит билет? Вот. Сколько стоит билет? По-честному только. Ну, вот, например, вот тут кто-то сказал, что билет стоит четыреста. А может, четыреста пятьдесят? Ну, вот, например, за четыреста кто-нибудь хочет купить ее? Он еще будет. Но за четыреста, я думаю, дураков нет. Дело в том, что если я продал ее вам за четыреста, что я могу сделать? Просто зажать решкой. Конечно. Я могу вам сколько угодно мозги конопатить, но если я вам продал больше, чем за триста, то я сто процента чисто в выигрыше нахожусь. Сто процентов. Так, хорошо. Кто готов купить эту лотерею за двести пятьдесят рублей? Готов, да? Отлично. А кто готов продать молодому человеку эту лотерею за двести пятьдесят рублей? Можно играть после этого. Да, то есть, если кто-то считает, что зажимать сам будешь, конечно. То есть, это не лотерея? Нет, конечно. Это не лотерея. Нет, 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 нет. Только нет. Ты выбираешь, как зажимать. Вот. Ну, вроде, смотри, здорово, да? Если ты угадал, то ты точно покрыл свои расходы. А если не угадал, не покрыл. Немножко более аккуратный анализ, но все еще совершенно неверный, выглядит так. Рассмотрим четыре события. Событие номер один. Зажал орлом. Событие номер два. Ой, извините. Вот здесь два и здесь два. Событие номер один. Зажал орлом и предположил, что орел. Событие номер два. Зажал орлом, предположил, что решка. Событие номер три. Зажал решкой, предположил, что орлом. И событие номер четыре. Зажал решкой, предположил, что решкой. ну вот здесь 0 и здесь 0 правильно не угадал а если решка то 300 а если орел то 600 модель пусть каждая из этих событий происходит с одинаковой вероятностью тогда ну как орля ну типа орел решка кинул этот орел решка тоже кинул ну понятно то есть такая модель до в которой происходит это с одинаковой вероятностью тогда в среднем я выигрываю одна четверть от нуля плюс одна четверть от нуля плюс одна четверть от 300 плюс одна четверть от 600 сколько это будет до 225 рублей то есть за 250 как-то он может и можно не знаю можете очень неправильно сделал логика того что все происходит равными шансами совершенно не обязательно напротив она не верна потому что например предположим что я угадываю орел и решка с равными шансами про меня это известно я такая машинка которая в половине случаев говорит орел и решка вот просто такая мы тогда что будет делать конечно он будет решка всегда зажимать я половину случае буду угадывать половине не буду угадывать ну 300 он будет проигрывать я буду в результате 150 иметь среднем но дело в том что такой сценарий тоже очевидно не не может быть прогнозируем нам как равновесный потому что если я угадал что он все время решка зажимая чё я делаю я все время горю решка однозначно да тогда я 300 получаю нет ему это тоже не нравится начинает сжимать орлом если я все время горю решка он все делать он сжимает орлом блин но я тогда сам переключаясь на орла и беру 600 а что же будет да нет а как же все таки вот это разрешить вот эту беготню теория игр дает на это один единственный ответ можно обсуждать правильно он или неправильный но все остальные можно математически как бы свести к противоречию вот будет ли так как говорит теория игр мы не знаем но то что не будет никак иначе это совершенно точно значит модель следующая модель такая модель что у меня в голове рулетка какая-то которая выдает мне в альфе процентов случаев что я называю решкой в 1 минус альфа что я называю орел и у него своя тоже рулетка и он в это процентов случаев выдает решку а в 1 минус бета выдает орел и мне лишь нужно понять при каких альфа и бета эта модель становится жизненной правильной то есть не противоречивый внутри себя ну вот например если я говорю что я решку называю с вероятностью 20 процентов а с 80 процентов я называю орла то есть я в среднем четыре раза называю орла и один раз решку что он будет показывать решку ну тогда он всегда будет показывать решку знаете вероятности да то есть если он угадал мою рулетку тут модель такая что я как бы отдал свой выбор в руки рулетки если он знает эти значения тонну как бы он будет всегда показывать мне решку и будет хорошо себя чувствовать так если я три раза из пяти показываю реш говорю решка и два раза из пяти говорю орел немножко сложнее тут надо уже подумать почему да потому что он 60 процентов случаев теряет 300 до если он то есть он если сжимает решку он теряет он 60 процентов проигрывает но проигрывает 300 рублей нет ну а ну да 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 нет я имею ввиду уже после после купленности я да я как бы пока я просто ну там это или это неважно то есть я я пока пытаюсь понять внутреннюю стоимость то есть мы можем там какую-то стоимость назначить я имею то что после того как я уже купил чтобы понять чему она на самом деле стоимость должна быть равна мне нужно просто решить задачу вот сколько в среднем ну чтобы нам не отвлекала вот эту начальную стоимость то есть ну вот как бы до 300 300 рублей я проиграю в случае вот таком это 180 в среднем на кон это если орешка показываю а если орла показывают сколько я проигрываю 600 но реже а это сколько но блин 240 на кон все-таки все равно да то есть что-то не так нужно искать что-то еще потому что если у меня здесь появилась ситуация неравенства если вот это число этому не равно то я точно сосредотачиваю внимание на одной и только одной стратегии той которая выгодна и тогда вам не видать с этой лотереи я не буду менять с какими-то вероятностями я не буду это делать я буду просто одинаково играть но одинакова игра она несовместима с равновесием вы понимаете да потому что я буду в опять подлавливать опять поэтому единственная ситуация совместимая с равновесием состоит в том что ему совершенно все равно зажимать орла или решку и так альфа должно быть таковым чтобы альфа на 300 было равно 1 минус альфа на 600 до альфа равно две трети две трети на 300 это одна треть на 600 значит правильная модель такова что вот здесь стоит две трети и вдвое чаще ровно вдвое чаще я должен называть решку чем орла чтобы ему было все равно проигрывать двух третях случаях 300 рублей или в одной трети проиграть 600 то есть называть ли решку или орел но если ему все равно то он готов воспользоваться своей рулеткой а как найти бета альфа мы нашли то есть чем определяется бета альфа определяется выигрышами моего контрагента а это не совсем бета определяется моими выигрыш потому что если здесь будет разная ситуация со всеми моих выигрышей если я обнаружу что мне называть орел выгоднее чем называть решку если он 50 на 50 нажимает а мне орел называть выгоднее тогда я уже не воспользуюсь той стратегии которые вы посчитали я буду всегда говорить орел поэтому для того чтобы я был согласен на эти странные какие-то вероятности продиктованные мне мне тоже должно быть абсолютно все равно зажимать орла или решку а это будет если он будет что делать с какими вероятностями ой называть сейчас я сейчас не нет ну допустим уже вот игра уже идет вот и мне нужно понять с какими шансами он зажимает чтобы мне было все равно совершенно верно ровно также потому что мой выигрыш и его проигрыш это одно и то же ну точнее ну понятно да вот то есть да 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 все правильно он зажимает одной трети случаев орел и в двух третьях решку тогда мне становится все равно я говорю хорошо я тогда если мне все равно то пожалуйста давайте я в одной третьей случае буду называть орел а в двух третьях решку он будет оп тогда и мне тоже будет все равно тогда я тоже готов то есть у меня произошло согласование этих стратегий поведения согласование стратегии поведения носит название равновесия нэша то что мы нашли мы нашли равновесие нэша в простейшей игре и в принципе мы искали его не так быстро то есть равновесие нэша содержится некоторая внутренняя сложность она небольшая но через нее надо перешагнуть это такая ступенька это конечно не кагомологии пучков какие-нибудь но это такая штука вот нужно взять и осознать один раз осознать несколько раз там потом решить самим задачи мы потом сейчас еще одну задачку решим вот еще одну который называется тюремный покер вот чтобы закрепить да да ну а то есть смотрите на самом деле мы прогнозируем эти исходы вот с такими вот вероятностями а тогда с какой вероятностью будет назван орел и показан орел да то есть 1 9 что произойдет полный фарт то есть я я попробую угадать орла и прямо угадаю орла это должно быть 1 3 на 1 3 а с какой вероятностью я попробую угадать решку и угадаю решку 4 9 да и это 300 правильно и получается у меня в результате что стоимость этой лотереи равна тому что я написал то есть 600 плюс 1200 до 9 1800 9 200 рублей она стоит а не 225 смотрите это же такая так просто обмануть сказать что видите всего ну посчитай все равноценно 225 рублей ваша лотерея если сделать после этого еще и скидку за 220 вольт да вы продаете приходят лохи и покупают потому что это ниже чем 225 там еще какой-то объявление на экране видите вот 1 четверть 1 четверть для не умеющих считать посчитаем вам 1 четверть 1 четверть 1 четверть 225 ваши 5 рублей каждый клон это в чем подвох да ни в чем нет подвоха мы просто альтруисты казино мы мы работаем здесь мы альтруисты мы же любим людей вы понимаете в казино работают люди которые любят людей поэтому они каждый клон вам дарят 5 рублей а чтобы это было веселым подарком они с вами играют в эту игру вот вот так вот так что уже две бутылки выпил но без алкогольного вот так так что имейте это ввиду ну и собственно собственно я думаю последнее что я расскажу бог с ними струэлем я сегодня же рассказывал принципе а вот а вот тюремный покер прям надо рассказать значит смотрите эта ситуация жизненная совершенно она случилась в поезде в 2000 году в котором я возвращался с таймыра на таймыре я ходил в самый большой поход своей жизни который только произошел до сих пор но думаю что уже рекорда не получится побить поход продолжался месяц и включал ну почти месяц там мы чуть чуть раньше из-за попутного ветра вышли пять пеших и пять водных участков то есть был был пеший потом мы переобулись катамаран проплыли потом мы переобулись обратно прошли проплыли прошли у нас был маршрут пятьсот пятьдесят километров длиной из которых четыреста пятьдесят было про плавано пройдено по воде точнее плавает одна субсанция не буду называть катамаранчики ходят да вот а сто километров пешком вот с этой снарягой пройдена в сумме и после этого похода я похудел на 15 килограмм не удивляйтесь не удивляйтесь до этого похода я действительно был скорее похож на вот сашу филатового по внешнему виду похудел навсегда то есть после 2000 года я стал выглядеть так как я сейчас выгляжу вот то есть это было вот вам хотите похудеть спросите меня как поход на таймыр на месяц выкладной нагрузкой 50 килограмм на мужика с выходной этой самой с выходным весом из из 500 грамм пищи в день сухого конечно да вот так вот возвращаемся мы долго возвращаемся на перекладных начали на корабле пошли в бор потом там погуляли пересели с тонисом пересели кстати многие его видели здесь не меня никто не посадил сейчас я расскажу пока не посадили мы что такое двухтысячный год да ну короче мы доехали до бора потом на на скоростной ракете до города енисейск это старинный красивый очень город потом поехали на автобусе в лесосибирск и ночным поездом ехали в ачинск потом мы на перекладных ехали по транссибу очень долго и в одном из переходов наших мы ехали поездом значит поезд шел там он ну короче мы ехали на запад и вместе с нами ехал зэк а что такое двухтысячный год кто знает начало новой эпохи а именно начало правления до владимир владимир путина при котором большинство из вас родилась выросла и умрет вот ну и соответственно даже может быть все мы умрем в эту эпоху очень может быть вот потому что но потому что сейчас технологии такие что можно человека полностью ну как бы лишить старения но одного человека ну ладно я это все шоточки это же шутки прибаутки я совершенно не для я всегда не не шутить а политики пришел вы не думаете я я кто да я к того это все шутки я думаю что вот вы понимаете я прошутил просто вот так вот в этом году владимир владимирович путин что сделка пришел первый раз знаете зэков отпустил на волю всех не знаете была великая путинская амнистия все кто там не особо ну там другой стороны какой не особо тяжкий вот он за убийство который ехал ну то есть видимо буквально поголодно все вот ну и я значит ехал с очень тихим зэком который сидел за убийство вот и его не трогали остальные языки там был полный вагон зэков просто вот мы ехали и все возвращал он сидел в иркутской области где-то и он возвращался домой в самару тоже на перекладных как и мы только ему нужна была самара что там на воле делается надо эти 7 7 лет посидел хватит наверно но там было какой-то с какими-то обстоятельствами как это называется вот если не отягчающее наоборот убийство с смягчающими да вот но и у него там был 12 лет он посидел 7 и опыт отпустили и что там сейчас делается вообще жизнь как жизнь в россии вот ну в общем мы с ним разговорились и в том числе он узнал что я молодой научный сотрудник младший сотрудник занимаюсь теорией игр вот о теории игр о как это круто мы на зоне всегда играем в игру на сахар играем давай сыграем на сахар давай тоже сыграем на сахар вот ехать долго еще эта игра такая называется тюремный тюремный покер вот и выглядит она так она очень похожа на камень-ножистый бумага цуи фа и чинганши как в нашем детстве было только нужно насчет 3 одновременно выкинуть один палец и два пальца соответственно у нас получается четыре ситуации такая такая это две разные руки разных людей ой такая проблема с координации есть потом такая и такая все да все четыре ситуации так вот правило следующее если четность одинаковая выигрываю я а если разные то он были но вот здесь я выигрываю два здесь четыре а там проигрываю по три куска сахара да и говорит но он где такая игра мы в нее коротаем ну игра видишь а игра видишь честно совершенно что-что да сахар это тюремная валюта типичная да ну как видишь все все по-честному просто скоротаем время давай с тобой ты же теоретика игровик почему не сыграть игра да говорю я теоретик игровик сейчас сыграем сейчас только я прости я сейчас пробегусь в одно место сделал вид что пошел в туалет но на самом деле у меня с собой была ручка и бумага да ручка а ручка была потому что цель посещения местом заставил то что быстро посчитать в этой игре честную стоимость вот то есть произвести анализ равновесия наши естественно да и я его провел пришел и сказал играем только знаешь вот я не люблю четных чисел у меня такая по жизни просто не любовь четным числом ты прости поэтому ты будешь выигрывать 2 и 4 а я выиграю 3 я люблю нечетное число вы дучи почему ты так хочешь прям почему это я бы ну смотри просто вот прости но у меня такая психическое свойство есть что я не люблю четных чисел я хочу да я хочу нечетное выигрывать гучу за фигня я тоже хочу нечетный как же ты же говоришь что честно игра ты же сам говорит что честно играть тебе что не не важно но тебе же все равно наверняка ты играл за тех и за других такой говорит ты теоретский игровик мозги мне не парь ты значит знаешь все ты ее видел эту игру я бы ничего не видел никогда сейчас взял бумагу посчитал и что я бы математика наша говорит что надо играть за нечетных блин слушайте а ваш математика что-то стоит да мы всех мы всех разводим ведь всех разводим ну а как играть то надо немножко чаще нужно выкидывать один палец тут он просто сел да ну ладно да ведь имей ввиду быть на зоне тебе это знание пригодится что никогда ведь не вижу чтоб человек сразу все понял но я ему дал точные математические выражения естественно ускал ё-моё то есть там даже числа прям числа есть я буду числа есть вот себе числа все гать снова когда попаду я уже буду играть со знанием дела они просто чуть чаще один палец показывать ну что давайте решим да это задача давайте ее решим и так и так с какой вероятностью должен я давайте здесь будет p1 минус p ну а q на самом деле просто по аналогии все делается поэтому я тут тоже симметрия полная короче q будет такой же как п просто забегай вперед с какой вероятностью должен я зажимать 1 из какой вероятности 2 чтобы ему было все равно потому что мы уже понимаем что в равновесии должно быть так чтобы ему было по барабану 1 зажимать или 2 ну как это узнать давать просто сравним выигрыш значит итак если я зэк и я думаю над этой задачей знаю что я который не зэк ну короче вот представьте себе зэка да и представьте меня вот если если зэк зажимает один палец то зная мою стратегию он проигрывает 2 с вероятностью p потому что это вероятность того что я тоже зажал один палец и выигрывать 3 с вероятностью 1 минус p согласны а если зэк зажимает два пальца то что его ждет нет он 3 как раз выигрывает 3p тут на самом деле нужно знаки все поменять но но пофигу вот да на самом деле надо поменять знаки если вы будете все время заниматься тут надо чтобы у игрока который слева были выигрыши написаны а сверху проигрыши 3p минус 4 на 1 минус p то есть если он нарвался на то что я показал два пальца он проиграл сразу 4 куска сахара и для того чтобы он был готов использовать смешанную стратегию то есть иногда один пальцем иногда два ему должно быть все равно какую чистую он использует а значит эти два числа должны быть равны между собой это линейное уравнение с одним переменным минус 2p плюс 3 на 1 минус p равняется 3p минус 4 на 1 минус p ну проще всего сейчас пока быстренько тройка туда это будет 5p то есть наоборот двойка сюда это 5p а четверка туда это 7 1 минус p правильно то есть сгруппировать быстренько эти чтобы не раскрывать все скобки ну а теперь уже раскроем скобки получим что 12p равно 7 то есть 7 двенадцатых и такой же ответ будет здесь то есть вот это один это два это один это два здесь будет 7 двенадцатых здесь 5 двенадцатых не густо да ну что там 7 двенадцатых сравнение с 5 двенадцатыми но посмотрите это же возводится в квадрат когда мы вычисляем например с какой вероятностью будет проиграна два куска сахара это 49 144 а 5 двенадцатых это 25 144 и заметьте что это уже сильно разные разные величины у нас получилось что на самом-то деле хоть это отклонение от стратегии пополам было всего в одну шестую да но в результате вдвое почти что чаще происходит проигрыш двух кусков сахара чем проигрыш четырех а выигрыш трех кусков сахара оказывается с вероятностью 35 на 2 70 144 вот а теперь что нужно сделать нужно вот это умножить на минус 2 это на минус 4 а это на плюс 3 и просто посчитать это и есть сколько в среднем при правильной при равновесии да в равновесии в среднем когда они играют равновесие то же самое здесь будет вычислено что при этих ему все равно будет и тогда 210 минус 100 минус 98 делить на 144 кто быстро считает правильно 1 12 да еще проще 1 она же равна второму но тут просто совсем уж наглядно что вот такие исходы с такими вероятностями 1 12 куска сахара выигрывается при правильной игре обоих игроков это означает что если вы используете эту стратегию он может ополу расшибиться он эту 1 12 будет проигрывать все равно код за кодом в среднем конечно же только в среднем да на 12 игр один кусок это очень трудно заметить он будет что новые прибывшие зэки очень ну делились на типа вообще тупых которые даже за два года ничего не замечали просто считаю что им не везет эту игру вот и либо нет и были вообще тупые которые просто ничего не замечали и были более умные которые говорили что им не везет тюремную орлянку вот этот тюремный покер то есть они были мне в него не везет а тех кто догадывался что происходит либо не было совсем либо по его словам там не было но в общем может быть просто но как бы сказать если 7 12 и 5 12 но то есть если если 7 до спереди нас совершенно неважно а если он начинает менять подстраиваясь под 50 на 50 но тогда он перестанет себя делать то здесь как бы здесь тонкий момент вот то есть тогда он быстро вы быстро поймут что-то не так